Насколько эти немцы похожи на тех немцев, которые были в финале Олимпиады? Наш состав с упором на перспективу, на будущее четырехлетия, молодые ребята, которые себя неплохо проявили в этом сезоне, в котором мы рассчитываем на их прогресс и рост. Поэтому это молодой состав из тех ребят, которые свободны, из тех, которые себя хорошо проявили. Где-то получились клубные сочетания, но я думаю, что это только плюс. Скажите, пожалуйста, на чемпионат мира в теории, есть Кагарлицкий, есть Трямкин, у кого-то есть шанс попасть, вообще мотивация у этих ребят, они понимают, что есть шанс зацепиться, закрепиться в первой сборной? Безусловно, потому что до этого два года подряд, сколько существует Олимпийская сборная, в последний момент, после последнего сбора попадали игроки. Это было Любимов, это было Барабанов, которые попадали из Олимпийской в последний момент на чемпионат мира. Поэтому, конечно, ребята все понимают, что все они кандидаты в главную команду, и это им шанс проявлять себя и попадать в национальную сборную. Олег Владимирович, а вот сейчас уже, когда мы выиграли Олимпиаду, вы сказали, что два года назад Олимпийскую сборную, этот проект, там было много скепсиса, в интернете писали, никто не упадет на Олимпиаду, а в итоге первый сбор был там Прохоркин, Гусев, ну полкоманды, грубо говоря, прошло через Олимпийскую сборную, которые стали золотыми медалистами. Получается, что проект от себя оправдал в полной мере? Ну, вы сами ответили на свой вопрос, да, 15 человек чемпионов наших Олимпийских, они в большей или меньшей степени прошли через сборную, вот эту сборную. То есть, от подготовки к новой цикле Олимпийской уже ничего? Конечно. Именно поэтому можно понять, что вот таких опытных ребят, как Мазякин, Кошечкин, сейчас именно не приглашали на эти сборы, хотя они тоже уже свободны. Да, их пригласят уже более старших ребят, которых пригласят в первую сборную уже позднее, ближе к чемпионату мира. Это все-таки не первая команда, это Олимпийская сборная, которая является резервом основной сборной нашей. В команде целая пятерка из Спартака, плюс есть Бочаров, Динамо, которого вообще не попал в твое в Кагарлицкий в первом раунде, они не играли больше трех недель, каково их физическое сейчас состояние? Ну, здесь вы правы, да, не все ребята в оптимальной форме, естественно, потому что разные ситуации в клубах. Кто-то раньше закончил, кто-то позднее, кто-то больше тренировался, кто-то меньше, но в принципе они были предупреждены заранее, чтобы у них и была возможность немножко подготовиться к этим сборам. Ну, и у нас есть здесь немного времени для того, чтобы привести всех к одному знаменателю, что мы пытаемся успеть сделать перед играми. Насколько плотно смотрите финалы конференции, что у нас больше всего цепляет? То, что это потенциальные игроки, которые могут влиться в ваш состав? В качестве игры что-то интриге? Всех игроков мы, естественно, знаем, и смотрим за ними, те, кто участвует сейчас в плей-офф, а дальше я вопрос не понял. Следом будут матчи с Норвегией, да, в Евро-челленджи. Вот из этой сборной она будет основой для того же варианта или там будут другие игроки? С норвежцами? Нет, в принципе, этот состав, может быть, какие-то точечные могут быть изменения после Сочи, но вот, в принципе, этот состав должен сыграть эти два Евро-челленджа, пока освободятся у нас еще игроки из плей-офф. Традиционный вопрос, кто будет капитаном и как будут вратари играть? Определились первыми номерами? Ну, вратарий, скорее всего, начнет у нас по старшинству Судницын, вот, дальше будет видно. По капитану у нас на эту роль Кагарлицкий вызван, который является кандидатом в главную команду, вот, поэтому здесь как он старший наставник, мы его на эту роль и рассматриваем, потому что состав очень молодой, самый молодой из всех вариантов, которые были до этого в Олимпийских сборах. Спасибо. Спасибо.